Дети, дети, идите все сюда! Мам, что такое, что случилось? Да, и куда это ты такая красивая намылилась? Хе-хе, не намылилась, а собралась. Точнее не собралась, а собрались. Мы с папой уезжаем в гости. А мы? А вы остаетесь дома. Няня-робот на ремонте, значит мы остаемся дома одни! Так, мама, только скажи Максу, что я старшая, пусть меня слушает. Да не волнуйтесь, одни вы будете совсем недолго. Бабушка, бабушка сегодня приедет к вам. Бабушка приедет? Мам, а у нее же сейчас сложное время, нужно сажать все огород там туда-сюда. Да она ненадолго, ей нужно сделать прививку от клеща. Завтра вечером она уже уедет обратно, а мы с папой как раз приедем. Только дорога дальняя, бабушка, наверное, приедет голодная. Не забудьте ее чем-нибудь покормить, в холодильнике найдете. Хорошо, мама, пусть сделана. Так, ну все, давайте вести себя хорошо, ничего не поджигать, не ломать, никого в гости не звать. Кать, Кать, а ты не видела, мама с папой уже уехали? Да, Макс, где ты был? Только что попрощались и дверь ухлопнули. Да я это, в туалете сидел. Отличненько. Макс, но мне не очень интересно, как дела у тебя в туалете-то. Да нету, что уехали, отличненько. Я вам сейчас кое-что покажу. Что, Макс, что ты покажешь? Есть у меня тут одно запрещенное вещество, которым нам запрещают играть. Запрещенное вещество? Макс, хватит пугать, что это? Давай говори, я за старшую, могу и не разрешить. Разрешишь, разрешишь, куда денешься, еще первое отбирать начнешь. Так, Макс, у тебя одна секунда, чтобы сказать, что это, я уже сгораю от любопытства. А вот что, вы только посмотрите. Вау, как это все эстетично выглядит. А вот эти маленькие фруктики, а бусинки. Здорово, Макс. А можно уже этим поиграть? Можно, только я думаю, знаете что, здесь четыре засыпки. И чтобы не драться из-за каждой, кому какую, мы сейчас сделаем рулетку челлендж. И кому какая попадется, тот с ней и будет сломешать. Нет, только бы не бусины, только бы не бусины. Так, вот смотрите, я приклеил стрелочку. И какая посыпка остановится на ней, та и будет того человека, кто крутит рулетку. Так, я первый, так как эта штука моя, я две недели на нее копил. Но одному играть неинтересно, поэтому буду вместе с вами. Ну что, я кручу. Я хочу бусины, только бы Максу не бусины попались. А я хочу вот те золотинки. Давай быстрее крути, Макс. А я очень хочу вот эти фруктики, как бы так крутануть, а? Ваша очередь крутить барабан. И что там? О нет, вот эти разноцветные блестюшки. Их, ладно, зато по-честному. Так, кто-то следующий. Фух, хорошо, что не бусины. Вообще-то надо было начинать по старшинству. И тогда ты бы сейчас крутил, а я первая. Потом Дианка и потом Даник. И сейчас не знаю кто. Ну давайте по младшинству. Даник, давай ты, потом Дианка, а потом ты, Кать. Отличная идея, Макс. Чтоб бусины мне точно не достались. Даник, иди крути. Я хочу, я хочу вот эти штуки. Так, крути, пожалуйста, барабан. Давай еще раз, что-то мало раскрутил. Ура, фруктики, фруктики, фруктики. Ну вот, поделишься, Даник, ладно? Посмотрим, смотря сколько мне будет нужно. Так, и что у нас осталось? Золотые вот эти штучки и бусинки. Дианка, давай крути, посмотрим, что тебе выпадет. Ну вот, не хотела я эти бусины. Ну да ладно, они тоже прикольные. Эээ, я только сейчас поняла, что мне так крутить ничего как раз не нужно. Потому что остались только золотые вот те штуки. Эх, печалька. Кать, Макс, а можно меняться? Катя хотела бусину, а я вот те золотушки. Ну если никто не против, меняйтесь, конечно. Ха-ха, отлично, рулетка челлендж. Слушай, Даник, а может мы тоже поменяемся, а? Не, Макс, я хочу фруктики. Ну, попытка не пытка. Так, Макс, а у меня вопрос. А емкость-то у нас одна. И что мы? Все туда этого всего напихаем, размешаем, и будет слайм со всеми ингредиентами. Нет, так не честно. Надо, чтобы у каждого была своя емкость со слаймом. Да не, ну как все сложно-то, а? Поделился называется. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Короче, смотрите, что нашел. Четыре вот такие вот емкости. Четыре вот таких вот медведя желейных. И четыре вот таких вот пончика. Что выберем? Ну тут, по-моему, очевидно. Эти все вместе мы будем толкаться и мешать друг другу. Отдельно только пончики. Ну так это все разрезать же можно. На четыре части. Да нет, давайте не будем заморачиваться. Тем более бабушка скоро приедет. Вдруг мама ей сказала, что слаймы у нас под запретом. Тогда все. Ну да, точно. Все, давайте начинать, тогда делаем пончики. Какой обалденный слайм. Так, все, делим на четыре части его. Держи, Кать, это тебе. Спасибо. А это мне. Вот этот мне. А вот этот мне. Возьму немножко бусинок и насыплю их в свой слайм. Ну давайте, давайте. Туда внутрь. Ой, апельсинка. Хе-хе. Ягодка, киви, клубничка. Как же здорово, как же круто. А у меня золотинки сейчас будут. Золотой слайм получится. Ну у меня тогда фелитинки какие-то. И, Даник, ты не обещал. Ладно, чуть-чуть возьми. Так, фелитинки. И немножко фруктиков. Макс, так не честно. Честно, я с Даником договорился. Ну а теперь давайте смотреть. Это Катя слайм. Смотрите, ребята, голосуйте. У Кати вот такой. У Даника вот такой. У меня вот такой. Запомнили? И вот такой у Дианки. Выбираем, у кого слайм получился круче. Естественно, у Макса. Эээ, так не честно. Нам нужен независимый эксперт. Точно. Бабушка пусть будет. И определит, у кого круче. Бабушка, так бабушка. Я в принципе согласен. Сейчас она приедет, и мы у нее спросим. Чей слайм получился красивее, эстетичнее и круче всего. Ну все, сидим, ждем. Смотрите, а мне идут усы. Ага, ты как усатый таракан. Усатый таракан. Ну на, получай. Макс. А тебе идут. Добралась. Ну наконец-то я такая голодная. Сейчас корову бы, наверное, съела целиком. Что у них в холодильнике-то? Смотрю, мышка повесилась. Совсем плохо живут-то. На, хоть помочь. О, а это что такое? А, это Даша холодца что ли наготовила? Обожаю холодец. Ну-ка я сейчас попробую. Как-то сладко пахнет. Нет, это не холодец. Ну-ка, ну-ка. Так это желе. Ух ты. Так, я обожаю фруктовое. Вот. Ммм, с апельсинчиками, с киви. Отменно. Вот это я сейчас перекушу здесь. Ммм. Апельсинка как-то похрустывает странно. Но в целом неплохо, неплохо. Неужели Даша научилась готовить? А это что, шоколадные бусины что ли? Ну-ка я сейчас. Ммм, как пахнет, какой аромат. Ммм. Нет, не шоколад. Что-то такое странное. Фу, похоже на пенопласт. Все-таки я поспешила с тем, что Даша научилась готовить. Ой, так и останусь голодная. Ладно, сейчас с детьми поздороваюсь и блинчиков напеку. Здравствуйте, внучатки мои дорогие. О, привет, бабушка. Бабушка, бабушка, слушай. А сможешь оценить, у кого круче получилось? Смогу. Наверное, круче получилось что? Годовую закончить? Оценки-то выставили? А? Сколько двоек-то? Бабушка, давай не будем о плохом. Мы тут кое-что сделали. Там на кухне, на столе. Посмотри, четыре емкости. Какая из них круче? А, так это вы что ли сделали? Я-то думала, Даша приготовила. Честно сказать, не очень вкусно. Нужно потренироваться вам еще. Бабушка, в смысле не очень вкусно? Ты что, это ела? Максим, мне не нравится твой тон. Да, я попробовала. И то, и то, и то, и это. А что? Это же желе с фруктами. И еще там с чем-то. Или нет? Окей, Гугл, что будет, если бабушка съела слайм? Бабушка, это слайм. С посыпками для красоты мы сделали и хотели спросить у тебя, какой круче выглядит, а не на вкус, бабушка. Это несъедобно было. Если вы съели случайно слайм, то нужно срочно вызвать скорую и промыть желудок. Бабушка, ты там как? Плохо, детишечки, плохо мне. Ну вот, мама сказала бабушку накормить после приезда. Накормили. Бабушка, я сейчас скорую вызову. Мы тут вычитали, желудок нужно промыть. А ведь они реально похожи на фруктовые желешки. Что мы наделали, что мы наделали? Что теперь с бабушкой будет? Ой, внучатки, внучатки, ну. Ой, сама ты ведь глупая, а? А запах-то какой у них реально вкусный. Наделают всякой ерунды для детей. Потом бабушки мучаются. Бабушка, я уже скорую вызвал, не волнуйся. Все будет хорошо, у нас все получится. Съездила на прививку от клеща. Ой, заодно и желудок промоют. Вот отличное путешествие. Бабушка, бабушка, а ты можешь маме не рассказывать, пожалуйста? А то у нас слайм под запретом. Макс, ты с ума сошел? Мы и так не знаем, что будет с бабушкой сейчас. Как ее желудок воспримет вот это? Вдруг там все склеится? Написано вообще, операция может потребоваться, а ты? Катя, да понимаю я все просто. Если бабушка еще маме расскажет, то операция нам может тоже понадобиться. Ой, да не волнуйтесь, я же сама еще себя опозорю, если скажу, что слайма наелась. Вдруг меня еще в другую больницу упекут. Даша скажет, что у бабушки совсем крыша поехала. А я что, смотрю, вкусно. И на вид, да и на язык вроде ничего. Только вот эти бусины не очень. Ладно, не скажу. Ох, ничего страшного, не волнуйтесь. Сейчас желудок промоют и все, бабушка как новая. Спасибо, бабушка, ты у нас самая-самая лучшая. Так, а мы давайте пока это быстренько обратно в емкость, пока еще что-нибудь с этим слаймом не наделась. Или еще кто-нибудь им не наелся. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ и смотрите новые самые интересные серии. И это, мама с папой приедут, вы им тоже не рассказывайте про нас, ладно? А то век слайма будет не видать. А им играть так интересно. А с бабушкой, бабушкой будет все хорошо. Она у нас сильная. Кать, Кать, иди быстрее сюда, привет еще же нужно передать. Приветик Алиане и Аделине. Приветик Монолизе. Приветик Даша. Приветик Сашечке. Приветик Полли и Даша. Приветик Катя, Ангелина и Олечка. Приветик Аполлинарии. Приветик Муминат. Приветик Татьяна. Приветик Олеся и Юлиана. Приветик Сабрина. Приветик Соня. Приветик Кики. Приветик Дианке. Приветик Амелия. Приветик Вероника. Приветик Эмили. Приветик Ане, Кате, Сереже и Даше. Приветик Денис и Махрибан. Приветик Марьян. Приветик Кошка. Приветик Ксюша и Мирослава. Приветик Лимону. Приветик Яне. Приветик Милане.